Магазин бытовой и цеховой техники SmartDom Только у нас стиральные машины Samsung с загрузкой на 6 кг по самой низкой цене с самой выгодной рассрочкой на целый год Всего лишь от 50 рублей в месяц SmartDom. Приобретайте лучшие товары по лучшим ценам у нас Недавно второкурсница Слонимского медицинского колледжа Виктория Зенькина рано утром на автобусной остановке на улице Бреская спасла молодого человека, у которого случился опасный приступ Вика родом из Ививского района Хотя среди родных медиков не было, она еще с младших классов загорелась желанием стать медработником Путь в Слонимский медколледж оказался осознанным К глубоким знаниям, получаемым в колледже Вика, добавляет увлеченное чтение медицинской литературы Это ей и помогло во внештатной ситуации Это была пятница Я опаздывала на автобус У меня был зачет по хирургии, на который нельзя было опаздывать Вот Я опаздывала на автобус Сначала я подумала уже в последний момент пойти на другой автобус Но получилось так, что пошла как раз таки на этот, где все произошло Как все было? Мы стояли, я вся такая сонная, на нервах Потому что зачет Мимо меня прибегает мальчик Вот так вот из-за спины проносится Я это почувствовала, отвернулась Получается, смотрю на него Он вот так вот глаза прикрывает Лицо полностью прикрывает И вот так вот сидит, покачиваясь Как бы я не придала этому значение Потом, спустя какое-то время, он начинает кричать, стонать И помогите Вот Мы все повернулись Кто-то там разбежался Я смотрю, он просто начинает так со скамейки уходить на бок Я вовремя подбежала Бросила все свои сумки, подбежала, начинаю его ловить Но получилось так, что он укатился прямо под скамейку И мне нужно было его как-то к себе и перевернуть на бок Потому что я сразу поняла, что это приступ эпилепсия случился у мальчика Получается, я попросила мужчину, чтобы он помог мне перевернуть на бок Вот Он помог мне это сделать Ну а дальше уже Я держала его голову Потому что у него были судороги, чтобы он земли не коснулся Чтобы никаких травм не было И я замечала, что у него начинает западать язык Вот Запал бы язык, перекрылись бы дыхательные пути С фиксией, ну и там бы понятно, что было бы Вот У меня ни перчаток, ни салфеток не было По правилам нужно его достать и держать У меня ничего абсолютно не было Какой-то мужчина предложил вилку Я взяла вилку и начала аккуратно держать Хотя вилкой нельзя Потому что можно травмировать там все Но лучше уже чем-то, чем-ничем абсолютно Я старалась это делать аккуратно Вот Получается, был первый раз приступ Он длился минут пять Смотрю, его начинают отпускать Он расслабляется Я убираю вилку Приступ случается снова Вот Случился приступ Получается снова Я обратно вилку Обратно его так держу Прошло еще раз минут пять То есть суммарно минут десять приступ длился Вот Мальчик полностью расслабился Но в сознание он еще не пришел был Вот Он начал благодарить мужчину Какого-то вообще рандомного Вот Мужчина начал говорить то, что вот Благодарить нужную девочку Он подошел ко мне Начал меня обнимать И называть меня мамой А сколько ему примерно лет? Мы с ним познакомились Он мне написал Ему девятнадцать лет А где это было? Это было вот на остановке МРЗ А это ремонт на заводе? Да Вы скорую не вызывали потом? Скорая вызывалась Вот как только слышали крики Помогите Когда он упал уже тогда Вызвали скорую Скажи, почему ты выбрал себе такую профессию? Ну у меня еще в детстве Вот было такое Что играла врача Там вот постоянно Кто-то там магазинчики А я вот постоянно врач-врач-врач И родственники тоже Какие-то работают У меня такая мечта Пойти на скорую И помогать В тяжелых случаях А в семье есть медики? Вот прямо из близких нет Какие-то там Простепенные, да Второй курс всего лишь, да? Да Ты не растерялась? Нет Мне было страшно Но я понимаю Что если бы я этого не сделала То никто бы другой этого не сделал Потому что все там просто отошлись И ну буду говорить правду То, что все остальные Бились просто за место в автобусе потом Ну может быть люди просто не знали Что делать? Ну как мне сказали Что там были медработники Но я не буду ничего говорить Я не знаю Считаешь, что уже на втором курсе Такая подготовка Что может вот в таких ситуациях Помогать человеку? Честно, не знаю Вот эпилепсия Не знаю Может нами рассказывали Но честно я не слышала Может где-то там ворон ловила Вот Но почему-то То, что изучала чисто для себя Вспомнилось И вот Начала делать Так от преподавателей Не знаю Вроде еще не проходили такого Вот когда это чувство страха прошло? Оно было на протяжении всего дня Мне было очень страшно Что вот его забрали на скорой Мне было очень страшно Что я возможно сделала что-то не так И ему будет только хуже Из-за моей помощи Так а не интересовало Как его состояние? Я хотела его найти Я хотела спросить у кого-то Кто работает в ЦРБ Как можно найти мальчика Спросить что да как И потом вечером того же дня Он мне написал сам Сказал, да Что у него все хорошо Кому ты первому рассказала Про этот случай? Первому Наверное я написала маме Вот И потом Когда уже приехала в колледж Я рассказала своим одногруппникам Что мама сказала? Мама очень сильно восхищалась мною КОНЕЦ Спасибо.